Добрый день, глубоко уважаемая Екатерина Валерьевна, глубоко уважаемый Андрей Дмитриевич, Алексей Михайлович, а также коллеги, позвольте поприветствовать вас на просторах ежегодного форума «Белые ночи» и кратко представить информацию, может быть, по существующим резервам, повышения качества и доступности медицинской помощи пациентам с онкозаболеваниями при взаимодействии с НИЦ. Кратко по ситуации в Южном федеральном округе по профилю онкологии. Это население более 16 миллионов, в команде онкологов более тысячи специалистов, число случаев ЗНО, выявляемых ежегодно, это более 74 тысяч. В среднем активно в ходе диспансеризации профосмотров выполняется порядка 18 тысяч случаев ЗНО, и контингент больных ЗНО, находящихся по диспансерным наблюдениям, это 452 129 человек. По структуре заболеваемости у женщин и у мужчин нозология не отличается практически от Российской Федерации. В части первичной онкологической помощи структура онкослужбы Южного федерального округа представлено первичными онкологическими кабинетами в количестве 202 и 60 центров амбулаторной онкологической помощи. Проблемные моменты, которые периодически возникают и присутствуют порой на постоянной основе, к сожалению, это и реализация возложенных функций на данные структуры, участие в эффективной маршрутизации и, соответственно, кадровый дефицит, о котором сегодня уже говорили. Специализированная в том числе высокотехнологичная медицинская помощь оказывается в одном федеральном учреждении Национальный центр онкологии и 12 онкологических диспансеров, в том числе с филиалами. Кроме того, в маршрутизации предусмотрено 14 непрофильных медицинских организаций, которые также оказывают помощь пациентам с онкологическими заболеваниями. Мы говорим о федеральном проекте «Борьба с онкологическими заболеваниями». Параллельно в рамках национального проекта здравоохранения запустили проект, который называется «Развитие сети национальных центров». Перед центрами была поставлена задача в повышении качества медицинской помощи за счет развития инноваций, укрепления кадрового потенциала, создания инновационной продукции и внедрения в практическое здравоохранение. То есть фактически вопросами внедрения практического здравоохранения и оценкой качества оказания медицинской помощи занимались центры. Причем выше указанные положения реализуются после предварительной оценки кадровой технической готовности субъекта Российской Федерации. Взаимодействие осуществлялось на основании соглашений, которые предварительно были заключены между правительством субъектов округа и Министерством здравоохранения Российской Федерации. Преимущественно речь шла об экспертной деятельности, в которой включала в себя блок организационно-аналитической работы и организационно-методической работы. Механизмы и алгоритмы взаимодействия учитывались и использовались те, которые предусмотрены в двух основных федеральных законах и подзаконных актах. Ключевыми аспектами, по нашему мнению, все-таки является выездное мероприятие, которое предусматривает шесть основных направлений, представленных на слайде. Прежде всего, по факту, обеспечивающие постоянный мониторинг организации медицинской помощи по профилю онкология посредством дистанционных и выездных мероприятий в субъекты Российской Федерации. Каковы источники данных использовали для аналитической экспертной деятельности? Прежде всего, конечно, это формы федерального статистического наблюдения, представленные на слайде, также реестры счетов, территориальных фондов обязательного медицинского страхования, деперсонализированные данные, а также данные с системой мониторинга по реализации федерального проекта БОРС и первичная учетная и отчетная медицинская документация. По всем видам и этапам медицинской помощи, а также условиям оказания медицинской помощи, проводилась сравнительная оценка деятельности онкослужбы за отчетные предыдущие периоды. Этапы оценки эффективности внедрения клинических рекомендаций. На первом этапе проводился анализ реестра счетов территориального фонда с формированием нозологических групп моделей пациентов с учетом метода лечения. В последующем выборы, подготовка перечня случаев с предполагаемыми дефектами, выборочный анализ медицинских карт по предварительному запросу на предмет соблюдения критериев качества и, соответственно, в целом оценка внедрения системы контроля качества как в медицинской организации, так и в субъекте в целом по профилю онкологии. На начальных этапах были выявлены следующие риски, которые, к сожалению, присутствуют и на сегодняшний момент. Прежде всего, это низкий уровень онконостороженности, как уже было сказано, первичного звена здравоохранения. Это фельдшерско-акушерские пункты, врачебная амбулатория, поликлиника. Несвоевременное обращение населения за медицинской помощи, отсутствие преемственности между врачами-специалистами на этапах оказания медицинской помощи, недостаточная автоматизация при учете и регистрации онкологических заболеваний, а также кадровый дефицит и недостаточный уровень компетенции и в соответствии несоблюдение клинических рекомендаций. Принимая во внимание группу целевых показателей, которые были утверждены федеральными проектами, была проведена работа по всем участникам маршрута пациента и их роль в процессе выявления. И так называемая тотальная онконастороженность была предусмотрена в том числе и рассматривалась как скрытый резерв на уровне смотровых кабинетов, ФАПов, особенно в отдаленных и малонаселенных районах, а также на деятельность врачей общей практики и их компетентность. В связи с этим, в том числе специалистами центра была проработана система по выявлению триггерных симптомов по ведущим локализациям, были подготовлены образовательные мероприятия. Предыдущие годы для врачей первичного звена в 2024 году специалисты нашего центра провели цикл научно-образовательных мероприятий для среднего медицинского персонала по вопросу онконастороженности. Приняли участие 120 медицинских организаций из 12 субъектов Российской Федерации, в том числе из новых территорий, было обучено более 1700 специалистов среднего звена. Серьезный вопрос, который стоит сегодня на повестке дня, это две структуры, которые по функционалу являются идентичны, но преимущество центров амбулаторной онкологической помощи, конечно же, не сопоставимо с первичным онкологическим кабинетом. И здесь важно отметить, что существуют, в том числе на сегодняшний день, риски распределения или неправильного распределения обслуживанного населения и дублирования функций между первичным кабинетом и центрами амбулаторной онкологической помощи, особенно при подозрении установления диагноза злокачественного на образование. Показатель удельный вес больных со злокачественным на образование. Три, четыре ключевые позиции, которые, по нашему мнению, должны быть прицельно рассмотрены. Прежде всего, это диспансерное наблюдение, которое направлено на своевременную диагностику новых злокачественных на образование. Ежегодно порядка 20 тысяч новых случаев злокачественных на образование выявляются в первичном множественной форме. И, соответственно, в последующем выявление рецидивов, прогрессирования в каждый случай подразумевает персонализированное лечение и реабилитацию. И, по нашему мнению, резервы по данному вопросу кроются именно в перераспределении полномочий по диспансерному наблюдению в структуре онкослужбы с учетом уровня компетенции и прогнозируемых сроков развития рецидива и прогрессирования злокачественных на образование. На слайде представлены ключевые аспекты по амбулаторному этапу. Прежде всего, хотелось бы определить в каждом регионе с учетом территориальных особенностей, материально-технических и кадровых, это все-таки уровень плана обследования врача-терапевта перед тем, как направить к врачу-онкологу. Формирование оптимального диагностического маршрута пациента с обледением всех установленных сроков и полноты обследования, предусмотреть резервные ЦАОПы при наличии кадровых и материально-технических ограничений, первичных пациентов направлять непосредственно в ЦАОП, исключив направление через первичный кабинет, и мониторинг уровня компетенции как врачей-онкологов в дневных стационарах, так и врачей диагностических служб медицинских организаций, в структуре которых развернут Центр амбулаторно-онкологической помощи, а также преемственность в оказании медицинской помощи. В стационарных условиях система предусматривает прежде всего оценку эффективности маршрутизации пациентов по видам и условиям оказания, и здесь является обязательным фактически соблюдение требований приказа 116-Н. Основными участниками в мониторинге данной ситуации является орган управления здравоохранения субъекта, территориальный фонд, страховые медицинской организации и специалисты НМИЦ на ежеквартальной основе. Отдельно по хирургическому методу плановая хирургическая помощь в узкопрофильных отделениях хирургических методов лечения. Это концепция, которая на сегодняшний день установлена в приказе 116-Н. Обязательные экспертизы качества медицинской помощи по всем случаям непрофильных госпитализаций на хирургическое лечение независимо от формы оказания. И выделение объемов медицинской помощи в системе МС медицинским организациям только при условии их соответствия под требованием приказа 116-Н. Благодаря проведенной работе непрофильная госпитализация на хирургическую помощь субъектов ЕФО, пациентов ЗНО снизилась с 25% по до 3%. Резервы повышения доступности противопухолекарственного лечения конечно же это взаимодействие двух основных блоков это территориальная программа госгарантий и региональная федеральная льгота. На слайде представлен перечень по нашему мнению аспектов которые в обязательном порядке нужно учитывать при синхронизации двух источников финансирования для проведения противопухолекарственной территории. Особенно обратить внимание на последнюю позицию это использование дневного стационара центров амбулаторной онкологической помощи с учетом фактической транспортной доступности и компетенции врачей-онкологов. То есть фактически речь идет о расширении перечня схем используемых по месту проживания пациента. Кадровые резервы постоянный ежегодный анализ показателей кадрового обеспечения в динамике анализ показателей целевого обучения использование элементов наставничества обучения на рабочих местах тренинги все это позволяет повысить повышать на постоянной основе уровень компетенции специалистов и увеличивать их количество. Ну хотелось бы обратить внимание на так называемый основной основную группу это участники консилиума который фактически является определяющим звеном тактики лечения и диагностики наших пациентов и здесь важно отметить чтобы для повышения качества и доступности оказания медицинской помощи выделять категории случаев и определять перечень участников для этого консилиума при нестандартной категории соответственно это не ниже заведующего отделения или исполняющей обязанности и обращать внимание на стаж работы при определении тактики по специальности не менее пяти лет распределение экспертных функций функциями для первичных кабинетов для центров амбулаторно-онкологической помощи для диспансера предусмотрен анализ и разбор различного рода ошибок случаев летальности причин отказов здесь необходимо обратить внимание на повышение уровня экспертных компетенций врачей онкологов и врачебная комиссия медицинских организаций которые проводятся по данным вопросам специалистами нашего центра подготовлены проведены для субъектов российской федерации соответствующие научно-практические мероприятия резервы автоматизации являются основополагающими для онкослужбы прежде всего это своевременная постановка на диспансерный учет только благодаря единого цифрового контура мы можем достичь оперативного обмена сведения об оказанной медицинской помощи введение оперативного мониторинга сроков диагностики лечения диспансерного наблюдения эффективное планирование лекарственного обеспечения а также оперативную актуализацию популяционного ракового регистра субъектов российской федерации ну и конечно же резервы повышения клиника экономической деятельности онкослужбы в данном вопросе принимают участие четыре профильных национальных медицинских и исследовательских центров и речь идет о синхронизации нормативно-правового сопровождения онкослужбы по трем документам это порядок оказания и маршрутизации регионарная программа борьба с онкологическими заболеваниями и территориальная программа государственных гарантий региона результаты организационно-методической поддержки субъекта выявление систематизации проблем по четырем основным направлениям прежде всего это организационные кадровые материально-технические информационные предложения которые бывают досрочные долгосрочные краткосрочные исходя из анализа текущей ситуации реализации предложений формируется возможность внедрения новых методов лечения и таким образом за 23 год целевые показатели регионарных программ борьба с онкозаболеваниями субъектов ЕФО достигнуты во всех субъектах за исключением одного показателя в Ростовской области за три года адаптировано в онкологических диспансеров ЕФО 53 метода диагностики и лечения используемых МИЦ перспективы по нашему мнению видятся в следующих направлениях прежде всего это взаимодействие для онкодиспансера повышение эффективности использования кадровых материально-технических ресурсов рост уровня компетенции сотрудников и повышение как сейчас актуально медико-экономической эффективности деятельности медицинских организаций с последующим приростом экспорта медицинских услуг для субъекта повышение онконаостороженности оптимизация деятельности сети центров амбулаторно-экологической помощи и пересмотр сети первичных кабинетов завершение формирования единого цифрового контура и соответственно увеличение количества эффективных методов используемых при оказании специализированной в том числе высокотехнологичной медицинской помощи по поводу онкологических заболеваний спасибо за внимание Продолжение следует...